одна из программ называлась день и улыбается фортуна фортуна это был футбольный клуб артистов в лавочке это типа старко что ли не по старку да но фортуна старко я не помню кто тренировал а фортуна с фортуна работал женя ловчих о тот самый да 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 ну это было феноменально он дружит гитаристом он с малейшиком но по-моему они разругались потому что рассказывал малешки естественно ну же не то сложный человек приходил в этих зенчуком ко мне зенчуком нет дело в том что он артистов должен знать очень много именно по фортуне и по всему прочему и он такой вообще везде шебуршицы активный пользователь но я знаю что близко они дружили с малейшом а вы с малейшиком у нас замечательное отношение очень много историй которые песни нет совместных песен нет но я чуть за дружбу они не 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 со мной дружили все начинала борисовна пугачёвой сейчас объясню почему так потому что я достаточно долгие годы был начальником отдела по контролю за формированием репертуара фирмы мелодии о как и ответственным секретарем художественного совета фирмы понятно а потом сказали а буду-ка я писать вам всем тексты нет а вот а здесь вот как раз я очень долго на это не шел и как только я пошел я уволился а зря не не зря потому что когда только еще начинал уже приезжали из-за бхсс следователи не используя служебное положение какие советское время советской конечно я же я я начну первая песня вот который написал это было в семьдесят пятом году письмо солдат срочной службы араик бабаджанян пен композитор такой тамарин но его уже нет он в израиле там давно живет очень хороший композитор профессиональный музыкант и я не к я никогда не решал поскольку мы же кончали одну альма матер московское государство педагогическое института я знаю я филологически и я поэтому я никогда не хотел не думал что такая есть профессия поэт песенник там поэтому никто не называл то есть и я когда окунулся в это когда конусы я сразу понял что там же не сейчас как шелупонь которая фамилия за ашанин долбатовский шоферандер я понял что это это не моё я не могу ну я стеснялся а так тогда же что значит художественный совет тогда ты приносил на художественный совет три экземпляра текста песни три экземпляра чтобы раздать членом художественном совет ашанин да возглавлялся это дело нет 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 они это были приглашенные приходили постоянно дарвинёк приходил и ашанин приходили по женян приходил ночью крутились практически все я вот идиот это надо было все записывать потому что возникали совершенно потрясающие истории не отвлекусь немножко так что я говорю там языки какие сидели ваша слободки но как же слободкин ваша же любил всегда приврать это его хлебом не корни там звонил маккарт не там на каком-то советом он начал опять заливать эти баки но естественно к нему отцу в дом а я очень потом мы очень дружили несколько с пашей сколько с димой с его братом который очень ему помог феноменальными а он тоже был в шоу-бизнесе он был министерстве внешней торговли и вот те деньги которые паша получил на строительство арбатского центра это выбил дима получил колоссальный валютных рублей чтобы построить это ты под значит паша паша разошелся в очередной раз мы его все знали на естественно входил в комнату там это никто не препятствует ну паш и причем отец у них в доме рихтер вы ну кто-то только не был там все естественно паша начал рассказывать что когда он был маленьким то ему же летитель как у сталина и даже более того как пятый я не уже не понял каким-то образом но когда он оказался в компании сталина маленький сталин посадил его на колени вот тут вот терпение игорь давыдович шофера накончил сказал слушай паш а между ног у чайковского ты не сидел это были замечательные ну и когда приходили там никита благословский почему я говорю в трех экземплярах и текст дрожал косиную листом сидели супер профи конечно уничтожили у тебя на раз я а я работаю у меня на своей была программа на радиостанции юность не только на юности еще на маяке было на маяке было на маяке это раньше было потом на юность да вы сценарий писали и спинки да можно чуть-чуть повернуть в эту сторону получают право станет просто сами да такая просто рейтинговая хотя такого плохо но тем не менее и вот мы ему отдали эту песню письмо согласно службе но поскольку я свой был то меня пустили звукорежиссера в комнате я слышал все что говорят члены худсовета на как которые находились в аппаратной я как осиный лист там сидит фельдсман с которым мы потом писали есть еще кто-то но сам главный лев иван шашанин взял это в руки мой текст я думаю все кранты он же так что было послеповато текст держал вот так вот и очень медленно начал значит смотреть дорогие мама с папой ровный месяц я солдат это вам мой первый рапорт по гражданскому даку неплохо я еще раз прошу прощения перебью вас у нас есть третья камера она за сценой когда будете желание загадывать пожалуйста обратите в эту камеру готовы мы и вот и вот он так это дошел и у меня такой уже большая я тут почувствовал какую-то уверенность в себе что не так уж все плохо но все равно не продолжал у меня долбил слава добрынин славки у нас такая идея я должен сделать тебя богатым ну что я работал редактор там ну получал 180 рублей плюс премиальный ну где-то здесь тоже неплохо по тем временам 210 вот я должен сделать тебя богатым и вот когда-то у него в гостях был его жена первая жена ира вышла антонова агат меня есть шлягворд только я тебе не верю пою сердца это более не менее была такая первых ну полу шлягер будем так говорить только хотя не по помогут чуть ли не до сих пор ее поют и так и и все равно вот пока мы не соединились с водкой где-то 8 отец кем ну конечно мы с ним уже тут ну у нас была как связь космическая там наша какой интересная история была уже потом процессе уже где-то 90 год вот так вот восемьдесят девятый год я звоню в водке горьбок у меня есть ну куплет и припев я приеду я покажу начинаю пока работать потому что мы уратару не спрашивали что она будет не спрашивали готова была не уже настолько вошли и она настолько в нас поверила и все прочее что после лаванды и луны на у нас подряд да да уже все там вопросы никогда все отпадали и я много приезжай ко мне у меня горит кстати для тебя есть готовые мелодии тоже очень много песен у нас написано готовы мелодия лава тоже лаванда в общем то есть там была мелодия и потом на нее уже слова да вообще это отдельно детективе история когда многотомные многотомные я к нему приезжаю песни чайные розы в купе чайные розы в купе мне говорят а у него мелодия которую хотели показать она точно практически ложится под этот текст то есть я говорю то есть у нас с ним какая-то такая была сумасшедшая космическая сеть ну мало мы любили вовка же любит поболтать и мы очень много с ним рассуждали вообще тебе сконструировали так он говорит последний гвоздь убить и все и по